итак друзья у нас сегодня необычная сессия мы говорим на русском языке вот и честно говоря мне даже не верится потому что все время на английском на английском с разными странами с разными рынками вот и даже уже в какой-то мере свободнее на английском начинаешь общаться чем на русском непривычно у нас вчера было две сессии итальянской испанской очень хорошо провели вот очень классно у нас перевод был вот люди получили ответы скажем на интересующие их вопросы вот сейчас у нас третья сессия на русском языке вот я рад приветствовать в нашей студии во-первых эдуарда мы на одинаковом фоне находимся потому что мы в одном отеле но мы в разных номерах мы сейчас в дубае уже несколько дней здесь и мы сюда приехали на длительный срок исключительно для бизнеса для развития без у нас нет никаких других соображений только в голове только бизнес конечно же очень рад приветствовать анну бекер нашего специального гостя который сегодня поделится огромным количеством полезной информации и вот правда в сжатом формате с нами также алексей вот как представитель нашего комьюнити вот ребята не думайте что у алексей какое-то особое привилегированное положение это не так вот просто просто нам нужно было чтобы кто-то зачитал вопросы которые наиболее волнуют комьюнити алексей проводят в том числе всякие встречи презентацию нас потом будет отдельные лидерские встречи я уверен да она может мы попросим для русскоязычного рынка где конечно же другие лидеры также присутствует вот и прежде чем перейти к продуктовой части у нас на самом деле регламент так такой достаточно сжаты потому что следом за русской сессии идет у нас японская и нам ее тоже нужно заранее начать заранее встретиться поэтому мы попробуем в 30 максимум 40 минут ложится вот прежде чем перейти непосредственно к продуктовой части и и дать микрофон а не я бы хотел чтобы эдуард сказал тоже пару слов от себя касательно дэзи вот тоже может быть непривычно русском языке говорить все время по-английски по-английски вот эдик что что ты можешь сказать касательно дэзи спасибо всем что зашли на звонок да я коротко очень перед тем как доктор она начнет говорить показывает нам реальность продвижение развития этого нашего нового дэйзи и ай и как у нас происходит трейдинг я уверен что все у людей много вопросов есть когда мы начнем дэйзи когда мы начнем подписывать людей когда мы сможем открыть смарт-контракт то есть у нас проходит час тесты то есть я не знаю на русском тесте на и то есть важно очень чтобы поняли что мы не мы это делаем на очень-очень долгие сроки это не то что нам там набрать миллион людей и все нам нужно чтобы наш смарт-контракт работал бесконечно бесконечно много-много уровней не то что там 1000 уровней или миллион уровней нужно сделать такую систему чтобы работала все время бесконечно чтобы наши же группы нашей организации когда мы начинаем допустим открываем новую фазу вторую фазу третью что вся ваша группа с вами все время была чтобы мне начинать по-новому строить и тому чтобы какие-то краски крыли началась чтобы все время все было до смарт-контракта как эта технология еще как бы не совсем еще как сказать на русском на сто процентов хорошо формировавшиеся новые технологии еще усадятся то есть здесь есть некоторые у нас такие как бы challenges но а вот а если добавить эндотек и анну с ее таким гений умом мы очень близко подошли к тому что завершим и мы на следующей неделе где-то к четвергу должны иметь для вас уже такие крепкие как бы точные думаю что у нас будут уже точные дни когда мы можем объявить то есть с нами здесь также находится джереми рома наш также партнер нас 10 трое илья я и джереми рома мы все в дубае сейчас так что на следующей неделе будет очень интересны но самое главное самое главное вот весь концепт этого бизнес где фундамент на бизнес это эндотек это разработка вот этого нового дейзи эй ай и вот как раз этот звонок мы делаем только на то есть будем концентрироваться вот сейчас все что доктора она нам поделится насчет white paper и результат так что опять благодарю всех доктор она пожалуйста очень приятно а и опять же я начну свою речь как бы с благодарности потому что благодаря тому что лочь начнется этот проект и вот илья эдвард и джереми он что ли этот проект а вы поддержали с точки зрения contribution а мы смогли начать в январе разрабатывать дэйзи проект и это дэйзи проект это в принципе я знаю я знаю что среди своих друзей среди любого человека которым я разговаривал насчет моделирования систем это как бы мечта все об этом мечтают поэтому мы вот первые которым досталось его разрабатывать я хочу показать наш vision наш white paper который мы написали опять же это только vision пока потому что сама разработкой только началась и первичные результаты появятся в ближайшие месяцы я сейчас делаю шерскрин white paper она доступна через telegram channel telegram доступна будет через наш сайт эндотех и конечно через дэйзи крауд и другие каналы это первая версия она конечно будет меняться и у нас будет специальный канал коммуникации чтобы вы могли особенно те которые из профессиональной области и из университетов и так далее у нас есть уже достаточно много студентов которые с нами работают если есть какая-то заинтересованность то нужно написать будет специальным образом чтобы это попало в правильный у нас департмент и мы будем слушать ваши фидбики и ваше понимание опять же заинтересованы в профессиональных группах значит о чем дэйзи проект дэйзи проект он о скажем так понимание как можно систематически получить high risk high return alpha то что я сейчас делаю я покажу структуру чтобы все знали как как бы как что читать я уверена что многие из вас уже читали white paper поэтому это не новая структура мы объясняем в первых первых главах о самом дэйзи проекте какие у нас есть распределение сил что такое эндотек что такое дэйзи проект что такое дэйзи глобал краудфандинг потом мы рассказываем о самом рынке да о самом рынке и тут есть некоторые интересные факты для всех потому что не все знают что уже существуют некоторые решения какая проблематичность у этих решений для кого эти решения я думаю что первая вот эта часть маркет анализис мы написали как можно короче и как можно более информативно с другой стороны для того чтобы люди поняли что такое high risk high return ниша в которой мы находимся после этого начинается уже очень техничная часть которая рассказывает о том как можно добиться результатов high risk high return и тут есть два лидирующих подхода технический фундаментальный анализ мы как эндотек работали в техническом анализе у нас есть модели и все что вы видите до сегодняшнего дня сделано с помощью технического анализа но все как знают опять же профессионалы технический анализ он недостаточен с некоторых перспектив и поэтому для этого нам нужен фундаментальный анализ но фундаментальный анализ который будет опять же помогать техническому он не развит еще в мире с точки зрения автоматизации и искусственного интеллекта таких систем пока практически не существует опять же вы увидите те системы описываем что до существует но то что вот мы ищем она не развита еще поэтому дэйзи проект он занимается тем что он строит систему которая поможет нам найти рынке и найти моменты внутри рынка с высокой волатильностью почему высокой волатильности потому что мы хотим как только у нас есть высокая волатильность мы уже знаем как выделить из нее паттерны модели и трейдовать с помощью технического анализа что я сейчас делаю я покажу вам за пару минут буквально я не буду долго объяснять но хотелось бы вам показать структуру как мы ее видим мы с одной стороны решили пойти абсолютно по всем dimensions по всем вариантам описания денежного рынка да то есть мы хотим зайти во все построить полную карту денежной системы во всех странах по всем типам по всем элементам по всем ассетам и потом из этой информации мы хотим посмотреть как деньги перетекают из одного типа в другой из одной страны в другой из одних рук в другие и это в принципе отвечает за волатильность потому что как только мы сможем добиться этой модели будет намного легче понимать например сейчас биткоин да он остановился или нет почему это не 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 продолжает одно дело мы видим элон маска который говорит из и провоцирует некоторую некоторый flow некоторый интерес потому что многие люди прочитали эту информацию увидели эту информацию и так далее с другой стороны это уже было в прошлом что сейчас происходит если дополнительные факторы которые могут толкнуть дальше bitcoin или помочь и тару подняться наверх то есть вот это перед перетечение как поток денег а это то что мы ищем с помощью чего мы ищем есть сопутствующие факторы сопутствующие факторы это геополитические и хейвера социальные геополитические и так далее значит что мы говорим что это поддерживающие факторы для наших моделей мы опять же собираем всю эту информацию но мы не пытаемся это все запихнуть в одну большую систему deep learning и надеяться что там что-то выйдет такой подход не работает подобной системы особенно в финансовых рынках поэтому будем моделировать каждую часть отдельно мы достаточно глубоко прописываем детально это прописываем и опять же те кто любит и ай те кто любит фундаментальный анализ приглашены прочитать и посмотреть сейчас я прыгну на более такую тему которая нам всем интересно это наши сроки наши таймлайн мы начали проект в январе получили первичное первичное спонсирование и на эти деньги мы смогли организовать все что нам нужно для команды у нас есть теперь команды и ай финансовые аналисты и программисты я уже не говорю о дополнительных дизайнерах и продукты и тогда поедините продукты и кей который мы набрали для специально для дези и в принципе эта команда уже начала функционировать мы написали white paper и вот с этого момента мы продолжаем наши планы это что в апреле у нас будет первичная первичная технология которая нам нужна для дези в июле мы сможем выпустить уже форексные системы на тестовых аккаунтах дальше мы пойдем в шире потому что дези должна нам помочь выйти на дополнительные рынки мы пойдем на коммодитис на ультра и те системы на рынке и так далее то есть здесь это открытая такая коробочка в которой мы будем тестировать разные рынки и смотреть куда стоит зайти в двадцать втором году мы должны уже быть с некоторыми версиями дези начнем с альфы конечно будем продвигать и закончим продуктом в июле двадцать второго года и последнюю информацию которую я хотела с вами поделиться это структура дези чтобы было понятно следующая часть презентации которая покажу потому что я покажу работающие дези да и поэтому нужно понимать что такое работающие дези и как она будет продвигаться на данный момент эндотек работает уже несколько лет и у нас разработана технология для алгоритмического трейдинга полностью автоматического трейдинга она включает в себя системы money management портофолио локейшн рассылки сигналов по разным счетам ордер экзекьюшн разных типов подключение к разным экшенжем то есть работающая полностью система для алго трейдинга дези входит как элемент который улучшает и результаты да и помогает нам выйти на дополнительные рынки что для нас критично потому что крипта может в любой момент стать излишне волатильной или наоборот потерять волатильность на какой-то период времени мы не хотим зависеть от одного рынка тем более что этот рынок на данный момент продолжает быть очень коррелированным поэтому просто показать вот вам общую систему что система дези она входит в элемент нашего выбора выбора ассетов на которых мы будем трейдинга и конечно она помогает в разработке самых стратегий потому что мы получаем дополнительные деньги и то что я хочу сейчас показать это мы переходим на результаты дези да на данный момент мы 24 процента почти 0.02 процента профита внутри дези на полном фонде в январе мы получили 25 миллионов 658 тысяч в трейдинговый фонд на данный момент это 31 миллион и мы можем видеть базисные результаты как это произошло начали мы трейдовать 18 числа и до сегодняшнего дня мы развились в такой перформанс для контрибьюторов маленьких контрибьюторов мы видим что результат чуть чуть меньше и главная причина это то что в начале еще до трейдинга нам пришлось конвертировать трон и как раз в этот момент трон упал где-то 23 25 процентов и поэтому мы потеряли две три десятых процента для некоторых клиентов я хочу вам показать откуда эти цифры берутся чтобы было такое ощущение реальности что это не цифры и со стороны эндотека это цифры со стороны биржи вот у нас есть трейдинговый аккаунт дэйзи на данный момент так он относительно маленький мы его держим только на байнансе он разделен между мастер аккаунтами саб аккаунтами как вы можете видеть здесь у нас есть сорок семь два из которых были тестовыми аккаунтами и 45 настоящих саб аккаунтов и эти аккаунты вместе суммарно они на их балансах лежит миллион двести двадцать девять четыре миллиона пятьсот двадцать шесть и на фьючерсах лежит двадцать шесть миллионов сто десять вот эти суммы вот сумма этих трех счетов дает нам сумму в дэйзи теперь надо понимать что мы апдейт его это приблизительно раз в час поэтому может быть плюс-минус какая-то часть миллиона до между этими цифрами но в принципе мы берем их напрямую оттуда теперь немножко из нашей из нашего бэк-офиса хочу показать что происходит и объяснить наши результаты вот это бэк-офис эндотека и также дэйзи конечно в этот момент потому что дэйзи получила полноценную инфраструктуру отдельно от всех остальных клиентов эндотека мы работаем с двадцатью пятью портофолио на которых разделены сорок пять счетов как вы видите у нас есть биткоин есть ауткоины и итер на данный момент есть еще трон но трон сейчас потихонечку должен потерять свой смысл потом объясню почему значит что я хочу показать что как это работает у нас есть для каждого счета объект который его обрабатывает рассылает ему сигналы выполняет ордеры и так далее значит на данный момент например этот счет который биткоиновский счет секунду секундочку а мы видим что этот счет он начался с двух миллионов двести семидесяти тысяч сейчас у нас поднялся уже до пятидесяти восьми мы играем девяносто пять процентов счета и тут есть я думаю леверейш где-то два на оригинальную оригинальная баланс давайте зайдем в экзекьюшн здесь мы видим все наши ордеры мы можем видеть что мы зашли в первый раз buy signal по цене 33 тысячи восемьсот восемьдесят шесть то есть относительно идеальный заход после очень сильной волатильности и начали выходить аккуратно начиная с сорока девяти все немножко вышли потом на пятьдесят двух потом на пятидесяти четырех пятидесяти пяти и пятидесяти семи да мы вышли частью этого портокола тут очень важно понять что мы не пытаемся выжать максимум из каждого тренда с точки зрения левериджи и так далее почему это так важно потому что рынок у нас очень очень волатильный как сейчас мы видели 60 процентов подъема так он может и упасть в течение двух-трех дней на 50 процентов поэтому если мы будем гнаться за максимальной выжимкой из каждого тренда мы подвергаем наш фонд очень большому риску поэтому то что мы делаем это конечно мы берем тренд самом начале аккуратно но потом мы не увеличиваем никогда леверидж мы используем компаунд для этого поэтому те кто заинтересован в более агрессивных трейдах это не про этот фонд то есть у нас решение для более агрессивных потребностей но нет не тут потому что если мы зайдем на на просто хочу показать парочку чартов да то мы знаем что например итер да который обычно идеальный ассет и я лично верю что он еще как всегда чисто процентно победит биткоин по росту и по падениям да это чисто исторически он всегда был более активный то то что происходит что мы не идеально берем вайн холд процентами да то есть мы заходим и у нас есть выходы посередине теперь что произошло например с помощью дэйзи мы убрали вот этот заход почему потому что мы посчитали волатильность дополнительным образом и вы можете видеть что в дэйзи не было вот этой просадки не было вот этого выхода здесь мы еще не справились и над этим мы сейчас работаем дэйзи чтобы когда есть понижение волатильности но до сих пор есть open interest который продолжает заходить на рынок чтобы мы здесь тоже не выходили раньше времени вот поэтому опять же дэйзи это наш инструмент который нам поможет с нашими существующими стратегиями улучшить результат но опять же мы не боремся с байн холдом и мы не боремся с сделать лучше чем байн холд если тренд идет наверх и у нас мы хотим быть с такой же степенью успеха то есть например если байн холдом сделал 50 60 процентов да то мы хотим сделать наши 25 30 потому что когда он потом упадет 50 60 мы тоже сделаем 20 30 понимаете то есть мы не боремся с байн холдом потому что у нас есть другой инструментарий который нам помогает в остальных периодах и я слышу эти вопросы о том что каждый раз когда что-то происходит рынка у нас просто почему вы не сделали лучше чем могли бы потому что мы не пытаемся сделать абсолютный максимум например если падает рынок опять же на 50 процентов мы не возьмем 50 процентов мы сделаем все чтобы взять 25 30 и когда рынок будет волатильно скакать и каждый раз делать плюс-минус 50 процентов мы вообще можем не трейдовать потому что самое опасное для нас это сделать неправильный шаг мы не хотим сделать никогда неправильный шаг поэтому вот это как бы мой ответ на вопросы которые обычно задаются а почему так или не так как вы можете видеть в в вольтах тоже похожая ситуация как у нас была мы начали с 20 с 34 3 миллиона 400 сейчас мы в 5 миллионах 400 и так далее то есть самое главное для нас это не ошибаться на большие варианты то есть не взять неправильную сторону и не закрыть ее слишком поздно если мы в правильной стороне опять же каждый раз в месяц мы будем брать 20-30 процентов подобных этого более чем достаточно чтобы в компаунде победить buying hold ну в принципе это все то есть у нас есть дэйзи продукт от фронта у нас есть его подтверждение через счет бинанса и у нас есть наше бэк-офис в котором происходит вся вот эта кухня трейдинга в котором происходит вся кухня портофолио менеджмента и так далее поэтому с удовольствием сейчас вопросы она огромное спасибо поскольку у нас рекламент вот я предлагаю алексею задать несколько вопросов ну как представителю нашего сообщества вот алексей знаю у тебя подготовлены вопросы вот ну от разных лидеров самые часто часто задаваемые вопросы поэтому хотя на часть вопросов возможно она уже ответила быка за рога конечно она ответила уже на часть вопросов но тем не менее есть вопрос который очень много беспокоит а чем при этом искусственный интеллект отличается миллиона ботов которые есть на рынке форекс там скальпингом занимается то есть есть же автоматизированная торговля а чем таким отличается искусственный интеллект то есть каково какое-то коренной отличие а дело в том что скальпинг это совершенно другой тип трейдинга это тип трейдинга который когда пытаются поймать очень маленькие движения рынка мы замахнулись и трейдываем вот как эндотека, как дейзи, мы идем больше как инвестмент. То есть мы не пытаемся с помощью бота, скальп это значит соскоблить, да, вот как скальпелем срезать немножко профита. Почему этот подход скальпинга, он очень проблематичный, в принципе-то он не работает, потому что нет много ботов, с помощью которых люди делают деньги, иначе бы у нас не было столько клиентов. Потому что этим могут заниматься только профессиональные команды, я знаю эти команды, и они, у них очень тяжелые инфраструктуры, у них очень дорогие инфраструктуры. Компании, которые действительно успешные на рынке, эти инфраструктуры стоят 50 миллионов в год, 100 миллионов в год, да, и все равно они не удерживаются долго из-за того, что есть компетишен, из-за того, что есть... Поэтому, с моей точки зрения, скальпинговые боты – это некоторый такой оппортуанизм для маленьких клиентов на очень короткое время. Пока вот большой не заметил чего-то и не смог это сделать, скальпинг-бот работает. Это очень эффектный маркетеальный бот, потому что ты вдруг видишь, ты выиграл там полпроцента, два процента, три процента. Даже какой-то период времени ты выигрываешь, а потом это перестает работать. То есть это не лонг-терм, а бестнер. Наша цель, она совершенно другая. Наша цель – действительно дать альтернативу людям для инвестиций, которые high risk, high return. То есть если у тебя есть лишние деньги на счету, и ты хочешь, чтобы они действительно позволили тебе изменить свое финансовое состояние, вот это наша цель, чтобы на лонг-терм в течение года, двух, трех, пяти, чтобы эти деньги тебе действительно изменили твое будущее. Опять же, эти деньги должны быть риск-лос-капитал, то есть к которому ты можешь отказаться от них. То есть это действительно high risk, но в принципе это цель. Боты, которые маленькие, они чаще маркетинговые, которые позволяют тебе на какое-то время что-то выиграть, что-то схватить, и потом они перестают работать. Почему искусственный интеллект? Потому что подобные таски, они очень сложные. Есть и компетишн, и другие группы, которые это делают, поэтому ты должен быть лучше. Это как спортсменов, да? Это как бы следующий уровень, который позволяет тебе сделать что-то интересное. В существующий момент на ботах, которые есть на рынке, нет искусственного интеллекта. Есть оптимизации, есть чуть-чуть машин-лернинга иногда, но нет искусственного интеллекта, который охватывает понимание, делает депризонинг, делает глубокую алгоритмику. Такого пока нет. Поэтому это существует. Опять же, почитайте white paper, там относительно это написано насчет, кто наши компетитеры и кто что делает. Ну, если переводить на простой язык, наверное, то, что я понял, это для потребителей, это более устойчивая система, которая дает больше прибыли не в диапазоне одного-двух дней, а в перспективе. Это правильно, да. Окей. И то мы говорим об искусственном интеллекте, который сейчас, да, потому что DAISY AI – это же новое поколение. И вот, кстати… Да, это новое поколение, да. Сейчас мы пока пользуемся старым поколением AI, которое больше про оптимизацию, которое больше про стандартный машин-лернинг для параметров. Это как бы… Это существует. Просто мы нашли свою нишу, как это… Чтобы это заработало. А в DAISY – это уже следующий уровень, да. И вот в этом уровне, в следующем, мы же ведь будем закладывать всевозможные Wall Street Bells, вот эти течения пампов… Конечно. …через… Кто-то там что-то написал, там тот же Elon Musk, да, вот вы его упоминали. И как это искусственный интеллект наш, DAISY AI, он будет это схватывать? То есть это будет учитываться? Или это все опять же в white paper? Это… Во-первых, это отвечено в white paper, но я вкратце объясню. Мы заинтересованы в информации, которая приходит нам из стандартных источников, например, third-party информации, да. Но, например, информация, как Elon Musk, обязательно будет считываться. Вся информация, которая на вас знает, будет считываться. Вся информация, которая действует на сентимент, будет считываться. И из нее будет… Есть специальная прослойка искусственного интеллекта, которая умеет переводить текст в сентимент, а потом проверять его, какая была на это реакция. Поэтому, да, это… Elon Musk обязательно… То, что происходит с… Скажем так, вот последние истории про GameStop и так далее, обязательно. То есть это часть того, что мы хотим определить, потому что это мы увидим, что это воздействие на рынок, искусственное или настоящее. Это будет видно из вот этого market flow, money flow. Это будет из потока денег видно. Это настоящее воздействие или искусственное воздействие. Потому что часто возражают и говорят, что как вы можете определять там тренды, если просто киты им манипулируют, и как кит захочет, туда рынок пойдет. Правильно, правильно. Поэтому есть технические… Поэтому мы обязаны делать комбинацию. Мы не можем сказать так, что мы будем такие умные, что мы предскажем, что другой человек решит. То есть это мы не сможем сделать никогда. Поэтому нам нужна вот эта компонента технического анализа, которая делает действительно сам трейдинг, которая говорит, ну да, если уже он решил этот кит, то тогда мы присоединяемся и так далее. Но нам нужно определить, как можно раньше, насколько действительно это один человек решил, группа решила, это было действительно течение информации, которая воздействовала на рынок или так далее. То есть это как раз те вопросы, это замечательные вопросы, которые мы пытаемся решить. Еще вопрос узкоспециализированный. Хотелось бы видеть, наверное, просто было бы удобнее, график торговли Дейзи, там же ведь несколько трендов, несколько портфолио, 25 плюс еще 10, отдельно на сайте Индотека, просто как отдельный график. Да, мы сейчас создаем сайт Дейзи, на котором мы будем показывать весь наш прогресс, ответы на вот эти вопросы, кстати, интересные, да, технологии, которые мы развиваем, показывать вот этот World Money Map, да, Global Money Map и так далее. Мы будем показывать всю эту информацию и, конечно, мы будем показывать наши результаты как Дейзи на этом сайте. Просто мы сейчас это все готовим. Это возьмет время, это не возьмет, там, я не знаю, я не буду обещать недели, но через какое-то время мы выйдем с этой информацией. Я надеюсь, что вот этот вопрос, просто показать Дейзи, опять же, мы показываем Дейзи как глобальный фонд внутри платформы. Мы также внутри платформы покажем более детальную информацию обязательно, да. Но Endotech мы хотим немножко отделить с точки зрения презентации от Дейзи, потому что Дейзи заслуживает своего канала, как бы своего прямого канала насчет информационного и о AI, и о результатах и так далее. Поэтому поставим обязательно, к сожалению, не в ближайшие дни, но обязательно поставим и в самой платформе, и на сайте Дейзи. Отлично. Ну, в общем, у меня вопрос исчерпан. У нас есть три поднятых руки, но мы как по Органу это успеваем? Алексей, мы без рук, мы без рук, без рук, у нас нет времени. Ты уже вопросы, которые самые частые ты задал, вот я бы хотел подытожить. У нас следующий Zoom японский. Поэтому в первую очередь хочу поблагодарить Анну за то, что выделила время, объяснила на русском языке, можно сказать, на родном языке. Достаточно интересные, правильные вещи, вот и что хочется подчеркнуть. Вот в чем разница между Дейзи и другими разными компаниями, платформами. Я уважаю эту индустрию, есть очень много классных компаний и так далее. Но очень редко на рынке, на финансовом, скажем так, MLM финансовом рынке, возникает такая ситуация, что вот у нас сейчас временно, у нас технический, скажем так, перерыв, у нас не работает платформа маркетинговая временно. Тем не менее, у нас продукт движется, у нас мы видим достаточно хорошие результаты. у нас, кстати говоря, возможно, даже до запуска, возможно, мы не можем это гарантировать, даже до запуска, который у нас состоится в марте, вот о чем мы, скорее всего, в четверг мы сможем, как Эдуард сказал, скорее всего, мы сможем на глобальном зуме уже какие-то сроки озвучить. Вот, возможно, даже до этого мы сможем включить кнопку вывода средств, потому что очень многие, естественно, пытаются нажать эту кнопку, вывести что-то. Мы же видим хороший достаточно уже кусок пирога, там сидит, да, и хочется его вытащить. Вот, и, возможно, мы это сделаем заранее. То есть, что хочется сказать, то, что на самом деле время, оно с точки зрения продукта, оно зря не уходит, оно не теряется. Все классно работает, все здорово, вот, все налаживается. Не забываем о том, что у нас это стартап, вот, и что впереди очень-очень много работы. Все ресурсы информационные, все ресурсы коммуникационные у нас будут созданы. И Анна, когда на разных зумах, на итальянском, на испанском, показывает англоязычный white paper, да, белую бумагу, я понимаю, что 95% людей, будь это бразильцы, мексиканцы, там, или итальянцы, да, или русские, естественно, не понимают, о чем речь, потому что просто не знают английский язык. Поэтому, естественно, мы это все переведем, white paper, на наши основные, главные языки, где у нас присутствуют лидеры, да, присутствует сообщество. Это мы тоже обязательно сделаем. Это то, что хочется сказать от меня. Вот, всем огромное спасибо за терпение. Вот, маркетинг обязательно у нас возобновится. Вот, мы ради этого приехали, прилетели сейчас в Дубай, мы очень плотно работаем, у нас проходят встречи, у нас технические звонки по два раза в день с группой нашей технической. Вот, практически уже технические, скажем так, челленджи, они уже как-то решены. Вот, мы сейчас в стадии тестинга, и на днях мы поймем уже по срокам, да, то есть, это не будут сроки там несколько месяцев, естественно, то есть, мы достаточно близки. Вот, но более четко по датам мы сейчас не готовы сказать, потому что нам нужно дозавершить этот тестинг, чтобы после этого понять. На этом, в принципе, хочется подытожить сегодняшний звонок. Я думаю, что мы обязательно устроим, после того, как мы проведем вот эту серию звонков на разных языках, у нас еще и китайский, и вьетнамский, и французский впереди, и арабский, очень просят арабы, у нас тоже большое сообщество. Особенно, наверное, будет интересно Анне из Израиля обещать для арабского сообщества. Вот, у нас такая интересная ситуация. Но мы не знаем политики, мы не знаем религии, мы здесь в бизнесе, да, и мы все говорим на языке денег. Это, на самом деле, очень классно. Вот, соответственно, когда мы закончим серию этих звонков, я думаю, что, Анна, может быть, мы пригласим тебя еще отдельно, да, на русскую встречу, где, может быть, соберутся лидеры, да, и мы тесным кругом сможем пообщаться, да, но это потом, это позже, естественно. Вот, а сейчас, как представителем выступил Алексей, задал вопросы. Вот, спасибо Алексею тоже за хорошие вопросы. Закругляемся. Тем, кто сегодня не успел посетить наш Zoom, не попал к нам по какой-то причине, либо не проснулся, либо уже заснул, вот, либо просто пропустил то, что у нас сегодня эта встреча, да, мы выложим обязательно запись на наши официальные ресурсы, на наш YouTube-канал и на daisycrowd.com на нашем сайте будет анонс и на Телеграме, да, что эта запись, она выложена. Так что вы сможете дать ссылку тем людям, кто пропустил. Вот у нас, я считаю, очень важный был сегодня Zoom. С точки зрения прозрачности, вот, мы на глобальном звонке, когда это показали, у нас был огромный фидбэк от лидеров со всего мира, сказали, это был самый лучший звонок. На самом деле, Анна, то, что ты показываешь, что у нас сходится то, что видим в кабинете, с тем, что на самом деле на Binance, вот, никто этого не показывает в нашей индустрии. Вот практически никто. Все говорят, что деньги зарабатываются. Когда задаются вопросы, каким образом, они говорят, ну, это коммерческая тайна, вот, это за семью печатями, мы не можем это показать. Я скажу так, если бы МЭДов это хотя бы один раз показал, то многие пенсионные фонды не потеряли бы денег, поэтому я считаю, что это важно. Это как бы та... Конечно. Какой-то sanity тест, который обязательно нужно делать. Конечно, конечно. Иначе это самый минимум, который должен произойти. Конечно, конечно. И об этом мы говорили с первого дня, еще до запуска. Мы всегда про это говорили, что ДЭЗИ строится на прозрачности. У нас полная честность, открытость, прозрачность и децентрализация, в том числе это наше кредо, это все, в принципе, это наша политика. Мы здесь не для того, чтобы хайпануть, набрать денег, кого-то обмануть и так далее. Упаси Боже. У нас долгосрочный, серьезный, большой бизнес и мы в самом-самом начале пути. Я благодарю тех, кто понимает это видение, кто запасся терпением с маркетинговой точки зрения. Конечно же, мы отдаем отчет тому, что у нас задержки. Мы с Эдуардом также находимся в сети, мы также строим, у нас есть аккаунт и мы как маркетологи отлично понимаем, что для маркетинга такие задержки это не есть хорошо. Но это все временные, скажем так, вызовы. Мы это все преодолеем в ближайшее время. Мы возобновим работу и про дезичь очень многие заговорят. Все, я на русском языке, скажем так, заболтался, на английском я не такой болтливый. Поэтому мы заканчиваем и у нас сейчас уже впереди через 15 минут. Мало ли кому интересно, забегайте на японский Zoom, если вдруг кто-то у вас есть из Японии, зовите гостей. И до новых встреч. Всем спасибо. Пока-пока. Global Star Club. Возможности безграничны.